И снова всем welcome! Это снова я, Дэн Джи Пи. Сегодня речь у нас пойдет про то, как выбирать себе квартиру или дом в Японии. На примере вот этого дома, а также на примере вот этих двух домов, я немного покажу, расскажу особенности японских домов и то, по каким критериям лучше всего выбирать дом. С чего же начать поиски? Я рекомендую начинать поиски с сайтов агрегаторов. Например, вот сайт Sumo или другие любые сайты, которые собирают все предложения по домам, по квартирам в Японии. Как для покупки, так и для аренды. Что в них есть в этих сайтах, на что обратить внимание? На примере сайта Sumo мы заходим, выбираем аренда, выбираем регион, далее выбираем район, в котором мы хотим найти. Ну, я на примере себя вот покажу, что вот в Кавасаке. Я живу в Кавасаке и покажу, какие есть дома в Кавасаке. Далее мы ставим себе поиск в поиске по параметрам, какой размер квартиры вы хотите. К примеру, от 50 квадратных метров. Второе. Вы выбираете сумму, до какого предела вы хотите найти квартиру в месяц. То есть, на примере, ну вот, допустим, 100 тысяч йен, 10 манов выбираем. И теперь здесь дополнительные параметры. Например, вот мне нравится полы в флоринг. Ну, то есть, квартира предпочтительной с ламинатом, а не с татами. Теперь, когда мы сделали все необходимые параметры для поиска, выставили, нажимаем поиск и ищем квартиры. После того, как мы выставили все параметры, нажали кнопку найти, вот нам несколько вариантов здесь показано и цены, соответственно, на них. На что следует обратить внимание. В первую очередь, это цена за аренду в месяц. На примере вот этого дома цена 9 манов в месяц, то есть 90 тысяч йен. Снизу указана сумма, это 3000 йен. Как я говорил в предыдущем видео, это как раз сумма дополнительных расходов коммунальных. То есть, это вывоз мусора, уборка территории перед домом, уборка парковки, ну и все остальное. И также следует обращать внимание на две суммы, которые указаны вот здесь. Они называются Шикикин и Рейкин. То есть, одна из них подарок собственнику дома. То есть, собственник дома получает эту сумму и она не возвращается вообще никак. Вторая сумма, это депозит. Депозит берется перед тем, как вы въезжаете в квартиру и он возвращается вам. То есть, ну по условию договора, если все в квартире в порядке, он вам полностью возвращается. Если же у вас что-то там повреждено, то он вам возвращается не в полном объеме. За вычетом тех повреждений, которые вы там нанесли в квартире. Здесь не написано, но следует учитывать то, что вы заплатите также сумму за услуги риэлтора. Это тоже месячная сумма, ну месячная оплата за квартиру. То есть, итого мы получаем, что если, к примеру, вот эта квартира стоит 9 манов, предположим, что вы платите подарок собственнику жилья еще 9 манов и, значит, депозит также 9 манов. Плюс оплата услуг риэлтора также 9 манов. Итого мы получаем, что 360 тысяч. Это в лучшем случае вот вы заплатите. Помимо этого, вы также при заключении договора будете оплачивать страховку за, ну, противопожарную страховку. И, возможно, еще какие-то... А, и, возможно, с вас еще возьмут сумму за уборку помещения. Обычно ее всегда берут. Ее включают в стоимость при заключении договора. То есть, вы когда будете съезжать, вам не нужно будет после себя там убирать. То есть, за вами приедет и уберет вся компания. Вот вы, допустим, выбрали квартиру на сайте. Выбрали несколько вариантов. Там есть адрес. Вот тут адрес есть. Вы его вводите в поиск свой, ну, например, на Google Maps. И находите район, в котором стоит этот дом. Перед тем, как обращаться к риэлтору, я вам рекомендую приехать на место, где сдается в аренду дом или квартира. И посмотреть это место вживую самому. Подробнее адреса вы можете узнать, конечно, у риэлторов. Но, если вы пользуетесь хорошо Google Maps, вы можете сначала просто использовать 3D View. Это 3D трехмерный вид. Прогуляться по улицам, найти этот дом сами. Или поездить, то есть, приехать на место на поезде или на велосипеде. И поездить, поискать самому это место, где он находится. И когда вы уже прибудете на место самого дома, осмотреть его. На что следует обратить внимание, когда вы вот приехали уже непосредственно на выбор дома? В первую очередь, следует обратить внимание на прилегающие территории, что находится рядом. В данном случае мы видим здесь дорога. И дорога не тупиковая. Следовательно, здесь будут постоянно машины ездить, постоянно люди ходить. Но, что не очень хорошо, если вы любите тишину. Особенно, это вот не очень хорошо будет для вот этих домов, которые расположены окнами прямо к дороге. Вот этот же дом расположен окнами чуть подальше от дороги. Ну, где-то, не знаю, метров так 50. Шум уже будет не такой сильный, вот как рядом с дорогой. Но все равно. Следующее, на что следует обращать внимание, это наличие парковочных мест для велосипедов и для мотоциклов, если вы собираетесь пользоваться. Цена на квартиру и на дом арендная также зависит от удаленности этого дома или квартиры от центральной станции или от любой другой станции, именно метро или поезда или электрички. Чем дальше дом находится от станции, тем дешевле он может быть. Но, если дом новый, если рядом есть какие-то другие, например, автобусная остановка или же крупные супермаркеты, это также влияет на увеличение стоимости жилья. Вот мы смотрим парковка. Есть у этого дома здесь парковка для велосипедов, для мотоциклов. Также есть парковка для автомобилей. Что в целом нормально на 6 квартир, которые здесь в этом доме есть, как раз 6 парковочных мест для автомобилей. Они могут спокойно здесь парковаться. Плюс к этому достаточно большая парковка велосипедная и для мотоциклов. Почему следует обращать на это внимание? Потому что, если вы живете чуть подальше от станции, к примеру, километр, может быть, и более, то, скорее всего, вам придется ездить туда до станции на велосипеде, если у вас рядом нет автобусных остановок. Если же есть автобусные остановки, можете ездить на автобусе, но это будет дороже, чем ездить на велосипеде. Поэтому наличие велопарковки – это большой плюс. В некоторых случаях парковки очень маленькие или вовсе отсутствуют. Могут быть просто для велосипедов, то есть на мотоцикл вы туда не поставите. Могут быть только для автомобилей. Велосипеды там могут вообще места не быть для них. Если вы планируете ездить на велосипеде, следует обращать на это внимание. На наличие парковки для велосипедов, для мотоциклов и для автомобилей, если вы в будущем планируете себе покупать автомобиль. Потому что, как вы знаете, для покупки автомобиля вам необходимо парковочное место. На что еще следует обратить внимание при выборе дома? Когда вы приехали, посмотрите, в какую сторону направлен дом. На примере этого дома у него четкое расположение на юг, то есть окнами он выходит на юг и балконами, а двери и окна из другой комнаты выходят на север. Такое расположение дома очень удобно и хорошо подходит для проживания. Почему? Потому что ваши вещи будут высыхать достаточно быстро на южной стороне. Вот балкон желательно, чтобы был либо с южной стороны, либо с западной стороны, ну либо с юго-западной стороны. С восточной стороны, ну это не так хорошо, потому что там пока солнце встает, оно не успевает нагревать так сильно одежду, ну высушивать. И на южной, а на восточной стороне одежда сохнет дольше, чем на южной и на западной. Если балкон выходит на юг или на запад, это идеально. Также следует обратить внимание на этаж, то есть когда вы выбираете квартиру, она может быть на первом этаже, может быть на втором этаже. Я бы рекомендовал брать на втором этаже, я искал тоже квартиры, которые расположены на втором этаже. Почему? На примере данного дома. Вот мы видим, здесь находится огород или сад, я не знаю, что там выращивают. И если же на данном огороде или саду имеются участки открытой земли или там песка или еще что-то, то при ветре, при сильном ветре, вся вот эта вот пыль, вот эта вся с земли, вся грязь, вся пыль будет вам залетать прямиком в окно. И летом вы не сможете открыть нормальное окно, потому что вся грязь будет у вас в квартире. Либо вам придется тогда чаще мыть квартиру. Также с этой стороны вот мы видим, вот пожалуйста, находятся открытые участки земли, и вся грязь будет залетать в окна, если вы окна будете открывать. Также и балкон. Если у вас балкон находится со стороны какого-либо огорода или там сада, или просто перед вами, как здесь, пожалуйста, типа дача у кого-то, да? И тут у вас балкон, сушатся вещи. В случае, если ветер будет с этой стороны, с южной, то вся земля, вся пыль сухая, а летом она быстро высыхает, и здесь прям могут быть пылевые бури. Сильным ветром будет вам все нести в окно. Ваши вещи, которые там сушатся, будут в песке, в земле. И также вся эта грязь будет попадать вам в квартиру. То есть вы не сможете открыть нормальное окно, и дверь на балкон, и проветрить комнату как следует. В этом минус первого этажа. Второй этаж, там, ну, уже меньше. Меньше земли туда долетает, меньше пыли, и сушить белье удобнее. Она не так будет загрязняться. Также, если кто-то ходит по низу, вот, например, да, как здесь, и у вас открыто окно, и шторы открыты, то любой человек может посмотреть, что у вас там в квартире, что вы там делаете. То есть это, как бы, не очень приятно, я думаю, будет людям, когда, ну, кто-то заглядывает к ним в окна. И поэтому следует выбирать квартиру лучше на втором этаже. Теперь, что касается вида из окна. Для некоторых людей это принципиально. Вот мне лично было бы не очень приятно, если бы перед моим домом, перед балконом, да, буквально там в двух-трех метрах, был бы другой дом или другой балкон или окно соседского дома. То есть, получается, что, ну, вид из окна, ну, просто ужасный. То есть, не на что смотреть. Конечно, я не спорю, что многие японцы используют дома только для того, чтобы поспать. Но если же вы собираетесь, ну, как бы, жить там полноценно и вам нравится, как бы, в своем доме находиться, то я бы рекомендовал выбирать вид из окна. Хотя бы вот, чтобы было какое-то пространство. Ну, метров там 150-50 там. Ну, не так, как вот здесь, в данном конкретном примере. В примере я вам покажу, что с той стороны дома, где у них находятся балконы, стоит другой дом. Тот дом смотрит на вас, на ваш балкон, на то, что происходит внутри у вас в квартире. Вы смотрите так же, что происходит у него в квартире. Это не очень хорошо. Сейчас я пойду покажу, как это выглядит с той стороны. Ну, вот, пожалуйста, видите. Вот дом, его окна выходят прямо на балкон соседский, да. Так же с этой стороны. Вот балкон, выход прямо в торец соседского дома. Абсолютно никакущий вид. Это не создает тень для вас. Но все равно неприятно смотреть на соседские фасады, там, здания в двух-трех метрах от вашего балкона. При этом вы не сможете даже открыть шторы, потому что будете опасаться, что кто-то из соседского дома может наблюдать, что же вы там делаете в квартире. Нехорошо. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Я выбирал себе дом, чтобы у меня был нормальный вид из окна, чтобы пространство было перед домом и вид более-менее. Ну, вот на примере вид с моего балкона. Вот вы выбрали дом. Вам понравилось расположение. Вам понравилось, что вокруг этого дома достаточно открытое пространство. От дороги он находится в метрах, там, 50-100, то есть что удобно. Есть квартиры на втором этаже, вы можете их арендовать. И вам нравится, что рядом с ним находится также парковка. И также есть, ну, парковка для автомобилей на случай, если вы планируете себе покупать автомобиль. Я рекомендую вам объехать все понравившиеся варианты в том районе, в который вы хотите приехать. И выбрать лучшее. Выбрать то место, где вам приятно находиться, вот стоя на улице. Вот просто на улице вы находитесь, и вам приятно здесь находиться. Вы видите, что спокойно, убрано чистенько все. Никаких, то есть ни мусорок, никаких строек рядом нет. Никаких там опасных мест нет, где, к примеру, отсутствует инфраструктура, и вы можете там упасть, там, или что-то еще повредить. Вот, например, компания, в которой я также брал себе дом. Вот этот дом, можно сказать, точная копия того, в котором я сейчас живу. На втором этаже я себе выбирал квартиру, но этот немного другой дом. Но я брал также в этой компании и Хея Кентако. Это не реклама, я просто говорю о том опыте, который у меня был. Я отношения к этой компании никакого не имею, и никаких бонусов или преференций я с ней вообще не получаю. Теперь покажу вам, например, вот этого дома. Это тот дом, который я показывал на сайте Сумо. Вот мы выбрали его, например, да. Еще одна вещь очень важная, на которую стоит обратить внимание, это удаленность дома от магазинов, остановок, центральных станций. Данный дом, если мы посмотрим на сайте, то там написано, что ближайший магазин к нему находится в 600 метров. То есть 600 метров до магазина. Это достаточно много. Если же вы живете сейчас и не пользуетесь велосипедом, а пользуетесь только общественным транспортом, то жить в таком доме можно, но тогда вам придется приобрести велосипед, либо же мопед, скутер. Потому что удаленность от магазинов 600 метров, ну это примерно минут, наверное, 10, если пешком так не спеша идти, да. Может быстрее, конечно, кто как ходит. Тут очень важно понимать, что если вы купите какие-либо продукты, вам же нужно будет сюда нести. Это хорошо, если магазин находится в одной плоскости с домом, ну примерно, вот если вот смотреть вот там, да, например. Но если магазин находится внизу, то есть вам придется купить там с пакетами, подниматься в гору сюда и до дома 600 метров. Но это ближайший. А что если вам, например, нужно закупиться где-нибудь в супермаркете? А ближайший супермаркет здесь находится, ну может быть, метров тысяча, может быть. В этом случае очень важно, чтобы была автобусная остановка рядом. Если автобусная остановка есть рядом, вот на примере моего дома у меня автобусная остановка 100 метров. И ближайший комбини также 100 метров прям рядом с остановкой стоит. Это очень удобно. Тут же до автобусной остановки километр, может быть, полкилометра. Получается, что если вам надо, например, куда-то поехать в магазин, то вам нужен велосипед либо мопед, и спокойно вы на нем поедете. В случае, если у вас есть собственный транспорт, это удобно. Если же у вас собственного транспорта нет, то сначала позаботьтесь о том, чтобы он был. Чтобы приехать и осмотреть этот дом до того, как вы приедете сюда с риэлтором, вам нужно как-то сюда добраться. Я не думаю, что вам понравится блуждать по району пешком. Весь день, да, пешком ходить и смотреть. Вы очень устанете, я вам серьезно говорю. Я пробовал несколько раз так приезжать в самые отдаленные районы, потому что туда на велосипеде я не мог уже никак добраться. Очень далеко было. Но я решил, думаю, нет, так я больше не буду делать. Я решил на велосипеде приехать. Один раз я собрал все, которые дома находятся в удалении от станции, сделал пометки на карте, сел на велосипед и поехал смотрел их. Но у меня уже тогда был велосипед, поэтому с этим делом вообще проблем не было. Поэтому, если у вас есть велосипед, без проблем, вот приезжайте, смотрите. Тоже хороший дом. Как я говорил, вот там сзади у него находятся дома, прям по соседству. Это не очень удобно. Скажу вам, что сдают здесь квартиру на или на первом или на втором этаже, вот крайнюю. Это только эти квартиры имеют 4 комнаты, остальные по 3. Вот, видите, если вы на первом этаже живете, ну тут вообще стена. Я думаю, здесь немного сыровато, когда в такие холодные дни. А на втором этаже самое оптимальное. Вот на втором этаже, пусть там окна выходят, конечно, в соседский дом, но тут, видите, какая штука. Сейчас я покажу. Эти окна у всех, они матовые такие. То есть там стекло непрозрачное. Оно передает свет, но через него ничего не видно. Поэтому вы можете не волноваться, что к вам кто-то будет заглядывать в окно. В этом плане это очень удобно. И вот этот дом, у него на первом этаже или на втором этаже, вот эти крайние квартиры, вот эти. Одно окно, второе окно. И там, то есть две комнаты здесь. И там также с балконом, да. Это очень удобный вариант. И стоит она 90 тысяч в месяц. Парковка, видите, большая. Здесь как для велосипедов очень большая парковка, так и для мотоциклов, вот для байка. Вот видите, написано. Большая очень парковка. Очень удобно. То есть тут вот 7 мотоциклов и тут хреново туча велосипедов. Неплохая такая площадка перед домом тоже. Вот заклеенная, видите, вот 203. Эта квартира, вот она, видно, что замок висит кодовый. Это для риэлторов, кто будет показывать квартиру. Обычно у них кодовые замки висят. Чтобы из любой компании риэлтор приехал, он знает код, открывает и показывает вам квартиру. Но это не крайняя квартира. 101-ое сдается вот с этой стороны. Вот это. Ну, не знаю. Как-то... Да, вида здесь особо нету, естественно. Куда-то в сторону вид на другой дом, да. А здесь балкона, ну, так, не ахти, конечно. Второй этаж здесь предпочтительный. Ну, такой вот домик. Поэтому на удаление от центральной станции, от автобусной остановки и от магазинов обращайте внимание. Обычно в описании, на сайте указано, в самых последних фотографиях написано, сколько метров до этого магазина. Вот вы выбрали, например, дом. Здесь, на втором этаже квартиры. Какие ваши дальнейшие действия по аренде жилья? Далее вы на сайте находите ту компанию, которая сдает это жилье. И уже либо звоните туда, либо пишите письмо, естественно, на японском. И приезжаете и договариваетесь уже с ними о рум-туре. Посещении данной квартиры и осмотре ее планировки. Посмотре того, насколько там хорошо или плохо сделан дизайн. Есть ли какие-либо повреждения, есть ли запах. Теперь расскажу о том, на что следует обращать внимание уже внутри квартиры. Когда вы приехали в квартиру, расскажу на своем примере. Я приезжал во многие дома. Были очень хорошие квартиры и на первом этаже. Были и хорошие квартиры и на втором этаже. И даже на пятом этаже я смотрел квартиру. Это на примере, когда дом расположен на горе. Вот как видно здесь, вон там вверху стоит. Только он сделан лестницей. То есть у него каждый этаж вот так идет как бы все ниже. И чуть-чуть выступает от предыдущего. Там было около семи этажей. И оно вот так вот лестницей шло вниз. И там на каком-то из третьем или четвертом этаже была квартира. Но сам дом расположен был с северной стороны. И северная сторона была очень холодная. И гора была достаточно высокая. И солнце туда вообще не попадало, на ту сторону. Поэтому там постоянная тень была. И холодно. Когда я зашел в квартиру уже посмотреть, что там внутри. Там были очень холодные полы. Очень холодная сама квартира. Стены очень холодные. На каких-то стенах уже были даже не плесень, но сырость. То есть отсырели стены. То есть стены были покрыты уже вот влагой. И квартира была не сквозная. Одна стена ее была со стороны горы. Там за стеной была уже, грубо говоря, земля. А с другой стороны там балкон. Квартиру невозможно проветрить, как вот эта квартира. Почему? Я также показываю на примере данной квартиры. То, что она сквозная. Они все сквозные. Если вам надо проветрить быстро квартиру, вы открываете с одной стороны и с другой стороны окно. И все это быстро проветривается без каких-либо проблем. Даже летом не нужно пользоваться кондиционером. Достаточно вентилятора. Потому что все это продувается вообще на раз. И свежо всегда. Но в той квартире не было такого окна с одной стороны. И там была затклость. В первую очередь обращайте внимание на запах. Если там стоит запах какой-то тухлятины. Или запах там, например, застоявшейся воды. Если там вы чувствуете, что квартира-то она же еще не сдавалась. А уже какой-то запах стоит тухляка. Лучше сразу отказывайтесь от такой квартиры. И не важно, что вам будет говорить риэлтор о том, что можно поставить освежитель воздуха. Можно сделать там какие-либо манипуляции, прочистка труб каналов и всего остального. Это все ерунда. Запах будет. И будет продолжаться достаточно длительное время. Вонище будет постоянно. Каждый раз, когда вы будете уходить с утра из дома, вечер будете возвращаться. И у вас дома будет этот запах ожидать. Это хреновая квартира. Также следует обратить внимание на окна. Обязательно проверьте. Вот если вы находитесь в самой квартире. Откройте окно, посмотрите. Двойной стеклопакет там или одинарный. Как хорошо прилегает рама к окну. Если же там, например, у вас есть какие-то щели. И оттуда вы чувствуете, что тянет там воздух. Продувается там сильно. То знайте, что зимой это все скажется на отоплении. То есть ваши счета за отопление будут намного выше, чем если бы у вас было все герметично. Почему я также рекомендую выбирать вот из новых домов. Новый я имею ввиду до 10 лет. Я выбирал именно по такому принципу. Потому что в этих домах сделано все по последним технологиям. Там использованы хорошие материалы, хорошие утеплители, хорошие стеклопакеты. Также двери с уплотнениями. И никаких проблем с отоплением и с удержанием тепла внутри квартиры не имеется. Если же дом старый, использованы одинарные стекла, металлические алюминиевые рамы, которые уже не плотно прилегают, высохшие резинки и все остальное. Это все плохо. Поэтому выбирайте лучше новые дома. Новые либо вот до 10 лет. До 10 лет это самое оптимальное. Но вот данные дома и до 10 лет. Они были построены как раз в то время, когда я выбирал себе квартиру в этом районе. Вот эти данные дома были построены буквально год или два назад. Они также считаются новыми. Как видно, они достаточно хорошо выглядят. И там очень удобно сделан подъезд. Тоже большая парковка перед домом. Также имеется и мусорка у них у всех. То есть вам не надо куда-то бежать, там около столба скидывать под сеточку мусор. И это все дело там будет валяться. Вороны будут это все дело разгребать, раскидывать. Этот мусор может там порваться из пакета. То мусор по всей улице будет валяться. Такие вот ящики намного удобнее для мусора. И я рекомендую вот именно новый дом. Потому что у них уже предусмотрены такие ящики для мусора. Что тоже удобно. Так что продолжим. Что внутри квартиры. Также обратите внимание на ванну, туалет. Если ванна, туалет новые. Ну или даже поддержанные. Там не должно не вонять. Никакой там застоявшейся воды запаха не должно быть. Все должно быть чисто. Все должно быть в рабочем состоянии. В рабочем состоянии я имею ввиду. Проверьте водонагреватель. Проверьте, если у вас там есть беды. Или там какие-либо устройства для подогрева воды. И в этом туалете. Да, вот в этом кругляше. То есть в японских туалетах там достаточно все функционально сделано. И вот в таких домах, как новые, десятилетние. У них уже есть все вот эти туалеты. Новые, современные. Поэтому нужно проверять, как они работают. Хорошо или плохо. И есть ли там какая-либо проблема с какими-то функциями. После того, как вы убедились, что в туалете и ванны все работает. Убедились, что никакой вони нету в квартире. Убедились, что стены сухие. От сырых стен нету. То, что хорошие окна не продуваются. Нормально удерживают тепло в закрытом состоянии. То можете уже приступать к оформлению этого дома. На что следует обратить внимание, когда вы будете оформлять дом? Когда вы будете оформлять, скорее всего, с вас потребуют гаранта. Потому что вы являетесь иностранным гражданином. А иностранный гражданин для компании, которая сдает в аренду жилье, является клиентом из группы риска. Что это значит? Что человек не постоянно проживает в Японии. Например, если вы имеете рабочую визу или студенческую визу, то у него есть срок окончания этой визы. И никто из них не знает, будете ли вы продлять эту визу или нет. И если вы, например, не будете ее продлять, уезжаете обратно в страну, откуда вы приехали, но при этом у вас контракт еще не закончен на квартиру, то кто-то должен оплачивать ее. Например, вы уехали, квартиру оставили, то есть все продали. И уезжаете, не хотите уже жить в этой квартире, но контракт еще не окончен. И за вас кто-то должен поручиться. В случае, если такое произойдет, то этот человек будет за вас платить за квартиру. Тут существует два варианта. Первый. Найти японского друга, который за вас будет поручителем. Либо это может быть сотрудник на работе, с кем вы работаете. Либо же это может быть просто друг японец. Но он обязательно должен быть японцем. Люди, у которых есть IGCAN, то есть постоянная виза, но они сами являются иностранцами, могут не подойти на роль гаранта. Или второй вариант. Это найти компанию, которая будет выступать гарантом. Такие компании есть. И риелторы также могут порекомендовать некоторые компании от себя. Для того, чтобы воспользоваться услугами данной компании, вам будет необходимо заключить с ними договор и оплатить стоимость их услуг. Стоимость их услуг варьируется от цены за квартиру. Ну, или же у них есть фиксированная цена за услуги. Тут уже зависит от самой компании. Более подробно вы можете узнать уже непосредственно в риелторской компании. Но в любом случае вам будет необходимо также иметь карточку, типа кэшкар, японского банка, которую вы также будете указывать в договоре, чтобы с нее списывались деньги за оплату за квартиру. И вот когда вы уже заключили договор, вы оплачиваете всю сумму, которая там указана. И уже после этого вы можете спокойно переезжать в новую квартиру. Как новую она может быть и не новой, но в вашу новую квартиру. После этого там уже обустраиваться, ставить туда, покупать туда какую-либо мебель, бытовую технику, это холодильник, микроволновка, еще что-то. Поэтому к тем четырех суммам за аренду жилья нужно еще прибавить деньги за минимальный набор мебели, который вам понадобится. Потому что в японские дома, японские квартиры сдаются без мебели и без каких-либо бытовых приборов. Там может быть только плита и раковины. Больше там нет ничего. Все остальное вы должны будете покупать. И это тоже немалые деньги, потому что, ну, например, стиралка стоит примерно 3-5 манов. Такая простенькая. Холодильник стоит также около, ну, самый простой тоже, если где-то 3, может быть там 7 манов. Дальше кровать. Также стоит где-то 2-3 мана. Где-то 20-30 тысяч. Ну, вот и посчитайте, вот уже набегает. Как вариант, вы можете это все либо пойти купить бэушное в магазин бэу вещей, это Recycle Shop, или же зайти на сайт Cracklist. И там бывает иногда люди, как бы, отдают бесплатно некоторые такие вещи. Бытовую электронику, какую-то мебель, потому что они уезжают, им это некуда девать, и как бы отдают всем желающим бесплатно. Вам главное организовать уже просто доставку. Либо это будет по почте, либо это будет ваш грузовик. Также есть сервисы по переезду, можно обратиться к ним. Ну, вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а также делитесь этим видео с друзьями. Я думаю, многим будет интересно узнать про особенности выбора квартиры в Японии. Ну, а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.